Как меня слышно? Поставьте плюсики. Если хорошо слышно, если будет очень громко, я сделаю потише. Давайте будем знакомиться. Зовут меня Марсина Нарудова. Я директор компании Арифлейн. В компании я уже около шести лет и на сегодняшний день я в открытом новом звании. В компанию я пришла шесть лет назад. И, наверное, вот на этом слайде вы видите то, с чем мы сталкиваемся каждый день. То есть жизнь пришла к шаблону. Все свои годы я тоже сказала так. Сначала школа, потом институт, потом работа. Несмотря на то, что работа мне очень нравилась, но она не приносила того дохода, который бы хотелось, естественно. И, недависимо от того, что любимая работа, она давала возможность получать от нее удовлетворение, но все равно удовлетворение удовлетворением, но материальные ценности тоже нужны. И они очень важны для человека. Ну, я думаю, что здесь очень много учителей. Они знают, что зарплата учителя всегда хочет быть, каждому учителю хочется иметь довольно-таки, ну, лучшую зарплату на сегодняшний день. Зарплата маленькая, а спросы очень большие. Постоянно то родители, то администрация, постоянно какие-то бумаги, постоянно чем-то нужно заниматься, и непонятно как, что, где и куда, и к чему мы идем. Но самое важное, самое главное, наверное, то, что всю жизнь от работы ты приходишь к определенному возрасту, когда ты понимаешь, что впереди начинает светиться пенсия. Это, наверное, тот момент, которого боятся все. Почему? Потому что ту пенсию, которую получаешь от государства, на нее действительно невозможно не просто жить, на нее невозможно даже существовать. Поэтому очень хочется что-то, хотела что-то поменять в своей жизни. Я не могу сказать, что я пришла в компанию «Арифлейм» именно осознанно. Компания «Арифлейм» появилась в моей жизни в лице моей дочери, моего любимого спонсора на сегодняшний день, Городниковой Марине. Почему? Потому что она зарегистрировалась в компании, и я начала пользоваться продукцией. В принципе, мне хватало того, что она мне продавала со скидкой, и я могла бы больше ничего не делать. Но вы знаете, когда тебя ребенок просит, что «Мама, мне нужна твоя помощь, я хочу получить мобильный телефон», понятно, что, естественно, мама зарегистрировалась. Я не собиралась показывать каталоги, я не собиралась работать в компании, потому что на тот момент я считала, что это, в первую очередь, это не мое, как я, администратор школы, буду работать с какими-то каталогами. Поэтому каталог лежал у меня в столе, у нас в кабинете сидело пять заучей, и я его никому не показывала. Если вдруг случайно получалось так, что приходилось, кто-то видел у меня каталог, я всем говорила, у меня с дочкой зарегистрировалась в компании «Арифлейм». Поэтому это ее каталог, она дала мне посмотреть. Если хотите, посмотрите тоже. И это действительно было и так. Но, вы знаете, наверное, вода и камень точат. И постоянно, когда тебе говорят о том, что давай попробуем, давай что-то будем менять в жизни, у тебя впереди пенсия, и ты понимаешь, мне очень хотелось уйти на льготную пенсию и вернуться в город Витебск, потому что я работала уже в другом городе, еще в другом городе, в котором я жила раньше, а уже квартира у меня была в Витебске. И вот эти вот поездки, они тоже действительно надоели. Я уже в тот момент пыталась найти дополнительную какую-то работу, потому что я понимала, что на льготной пенсии я не смогу работать по специальности. То, что мне предлагали, это было, ну, это стоило копейки, и мне действительно не хотелось менять свою работу. Ну, постепенно, когда тебе говорят, что давай попробуем, давай что-то изменим, давай что-то будем сделать, это принесет тебе какой-то результат. Вы знаете, действительно не хотелось этого делать, не хотелось ничего менять. И я просто отпихивалась, отмахивалась. Я говорила, да, когда меня приглашали девчонки на встречу, послушать, поговорить, что нужно делать, я просто говорила, хорошо, я приду. Но на этом все и заканчивалось. То есть я никуда не приходила, естественно. И когда на мастер-классах у всех спрашивали, кто там хочет быть, я всегда поднимала руку и говорила, что я хочу быть директором компании «Арифлэйм», но в душе я просто смеялась. Почему? Потому что я прекрасно понимала, что мышление обычного человека, когда ты понимаешь, что чтобы стать директором, значит, нужно кого-то подсидеть. Конечно, теперь понимаешь уже, что это действительно не так. И на тот момент мне просто было смешно от того, что я все равно не буду этим заниматься. И я очень четко об этом знала. Но я еще раз говорю, что камень, вода, капля камень точит. И вы знаете, наверное, наступил такой момент, когда до меня все-таки попытались достучаться. Первое, наверное, обучение, на котором я была, на него я пошла чисто случайно, даже не могу сказать, что случайно, а я на него пошла только лишь потому, что мой ребенок заплатил за это обучение на тот момент деньги. И я когда представила себе, что я буду в 8 часов сидеть, кого-то слушать, слушать, это мой выходной день в субботу, который я могу провести как-то по-другому. Мне было настолько жалко этого времени, но так как я не могла не пойти, потому что я пообещала Марине, что я пойду на это обучение, это была школа по продажам. Но 8 часов продолжали очень незаметно, и, наверное, с этого момента, да, начала показывать каталог. Даже не столько каталог, сколько я решила попробовать хотя бы продать один продукт. Я приняла антибактериальную гель для рук, и сразу в школе продала 5 штук, и еще мне 5 заказали. То есть вот это вот были мои первые продажи, которые я действительно совершила. Следующим обучением, наверное, следующим моментом, вот этот уже, наверное, был переломный момент. Почему? Потому что девчонки решили мне сдаваться, и решили меня, наверное, добить до конца, чтобы я все-таки хотя бы что-то поняла для себя. И это была первая моя поездка в город Минск на большую мотивационную встречу. Вы знаете, когда я сидела в зале, мне было все равно, что происходило на сцене. Единственное, что я делала, я смотрела в зал и понимала, что там сидят разные люди. Мне было просто интересно, потому что на тот момент я считала, что все-таки возраст 50, и косметика – это уже несовместимые такие понятия. И поэтому я просто смотрела в зал, какие люди сидели. Но когда начали выходить на сцену с чеками в 1000 долларов, я поняла, что я тоже этого хочу. Но вы знаете, наверное, не столько я этого хотела в тот момент, сколько мне очень хотелось, чтобы на сцене стоял мой ребенок. И именно ей мне хотелось в тот момент помочь, потому что всегда что-то лучшее мы хотим именно собственным детям. Поэтому я даже не подумала на тот момент про себя, я просто подумала, да, вот я хочу, чтобы в следующий раз она тоже стояла с чеком на этой сцене. Вы знаете, когда мы сели в автобус, первое, что было, я просто спросила, что надо делать для того, чтобы ты стояла на этой сцене. Вот с того момента, наверное, и началось. Это был вентябрь месяц. А за буквально... Буквально за пару недель я у меня внутри все боролась. Потому что я не могла переступить через тебя. Но я поняла только одно, что я все-таки смогу. Если хочешь развивать свою волю, нужно научиться преодолевать какие-то трудности. Для меня это были новые действия, которые мне давали дискомфорт, вносили дискомфорт в мою жизнь. И мне было не очень это приятно. Но я прекрасно понимала, что я могу помочь собственному ребенку, тем более, что в тот момент она уволилась с работы. И... Единственным источником дохода у нее была компания Арифлейм. Вы знаете, да, начала показывать каталоги, начала приглашать своих знакомых. Но представьте себе, у заучи школы какое может быть окружение. Это учителя. В городе я уже не жила практически. Это учителя, это родители. В этой школе я отработала 30 лет. Это родители, которые себя прекрасно знают. И, естественно, это было делать, как мы говорим, всегда стыдно. И вот я сейчас очень хорошо понимаю всех учителей, которые не... Вот вы понимаете, вот мне неудобно, а вдруг меня увидят родители. Точно такие ощущения были на тот момент у меня. Сейчас этих ощущений нет. Сейчас я с гордостью, я даже когда встречаюсь с родителей, я с гордостью всегда говорю о том, что я директор компании Арифлейм. И меня вот переполняет чувство гордости. Я когда встречаю своих учеников, я тоже с гордостью, мы с ними встречаемся, говорим о том, что, где я, почему, чем я занимаюсь. Ну, это действительно так. Но на тот момент мне было, вот видите, чтобы я на вас зарабатывала деньги? Нет. Значит, давайте тогда вы регистрируетесь в компанию, экономите собственные деньги, а еще, получается, учителя они такие немножечко практичные. И они все хотели, почему-то все хотели туалетную воду получить бесплатно. И я вот с этим, с ними просто на этом, они у меня регистрировались. Потому что я им показала, как продать две туалетных воды, и заработать себе третью бесплатно. Вот с этого и все началось. Буквально за два месяца, я даже, наверное, меньше, я вышла практически сразу на уровень 9%. И на свое первое обучение в компании, которое у нас было раньше для трех процентников, я пошла на уровень 9%. Это первая моя Академия Бизнеса 1, когда я была уже на уровне 9%. Тогда не было менеджера, еще на уровне 9%. Это вот моя первая Академия Бизнеса 1. Там очень много знакомых лиц. Вы знаете, даже сегодня, когда смотрела, когда готовилась к вебинару, я увидела тех людей, которые сегодня начинают строить бизнес, наверное, уже повторно. А кто-то ушел, кто-то остался. Но в любом случае, не все этой Академии стали директорами. Но у меня получилось. Поэтому после того мероприятия в Минске прошло ровно два месяца. Я дала себе обещание внутреннее, так как я, если я задумалась что-то, понятно, что я всегда стараюсь идти до конца. Я дала себе обещание, что если до Нового года я не выхожу на уровень менеджера, это был уровень 13%, значит, я завязываю все, я просто подключаю для себя, ничего не делаю. Хотя в душе мне уже хотелось что-то изменить в своей жизни. Мне очень хотелось, и я, наверное, это как-то и сделала так, чтобы у меня это получилось. И не дожидаясь до Нового года, в 16-м каталоге, я очень хорошо помню эту дату, 28 ноября, я закрыла звание менеджера компании «Арифлэм». Для меня это было огромное счастье. Почему? Потому что, ну, наверное, гордости, радости распирала, почему? Новая сфера деятельности для тебя. И ты начинаешь работать в той сфере, в которой ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, но всему можно научиться. И вы знаете, вот с этого момента настал такой момент, когда у меня появилось очень четкое желание все бросить и уйти с работы. Я прекрасно понимала, я уже, это желание у меня уже было до этого год. Я говорила, что я бросаю работу, ухожу со школы, но я понимала, что нужно же на что-то жить. И вы знаете, и вот с этого момента, наверное, я поняла, что все-таки мое желание исполнится. Я действительно дорабатываю до конца учебного года, так как экзамены впереди меня, впереди них года никто не отпустит, и ухожу с работы. Просто увольняюсь. Вы знаете, я его даже никому про это решение никому сразу не говорила. Почему? Потому что я знала, что мне не поверят, потому что, зная мое отношение к работе, мое отношение к школе, ну, наверное, это было неразрывное ощущение. То есть я и школа, я и работа. Потому что работа у меня всегда, наверное, стояла не семья даже больше, а именно работа стояла всегда на первом месте. Все поздравления, которые были до уровня менеджера, я практически ни на одном поздравлении даже не была. И вы знаете, это первое мое поздравление, когда меня поздравляли с уровнем менеджера 12%. Это филармония, зал филармонии, где ты стоишь со своим любимым спонсором и со своим ребенком, который верит в себя, который хочет себе помочь. Наверное, именно благодаря ей, то есть ее вот этому напорству, ее уверенности в том, что я что-то смогу, ее надежды на то, что изменится моя жизнь, что-то изменится в моей жизни, конечно, это дало. Плюх. Это вышестоящий спонсор Наталья Бирюкова, которая тоже постоянно долбила меня. Тамара Семеновна, давайте будем начинать. Давайте будем начинать. Лена с Денисом, я, наверное, пошла больше на Лену. Почему? Потому что она тоже по кофейски учитель. И когда ты встречаешься с человеком в такой же специальности, наверное, как-то проще. Единственное, что меня на тот момент очень сильно смущало, это мой возраст, потому что меня кругом окружали только одни молодые девчонки. Это было начало. начало неизвестности. Это было начало принятия решения. Чтобы изменить свою жизнь, достаточно одного маленького шага. Поставить четкую цель. И запомнить ее. Весь твой разум. Когда ты хочешь жить дома, ты хочешь быть рядом с детьми, ты хочешь чего-то в жизни другого, наверное, все делается для этого. Вы знаете, и буквально через полгода, то есть в июне месяце, я просто подаю заявление на увольнение и ухожу с работы. На тот момент, так как впереди были, это были экзамены, это был конец учебного года, очень много было основной работы. Я понимала, так как я ухожу, поэтому я понимала, что я не могу подвести тех людей, которые работали рядом со мной. Естественно, мне было не до реклей, поэтому уровень на тот момент у меня был в 9%. скидка объемная, 100 тысяч белорусских рублей, впереди неизвестность, впереди то, что нужно начинать новые действия, перед которыми у меня был очень большой великий страх. Но, знаете, мне очень часто вспоминается притча из Академии бизнеса. Однажды ночью в провинции, где располагался монастырь, прошел сильный снегопад. Утром ученики, пробиваясь буквально по пояс в снегу, собрались в зале для медитации. Учитель начал свою речь так, скажите мне, что нужно делать в этой ситуации? Один из учеников ответил, следует молиться об постепеле. Второй, нужно сидеть в своей келье, пусть снег идет своим путем. Третий сказал, «Познавшему истину должно быть все равно, есть ли снег или нет снега». Учитель сказал, «А теперь послушайте меня». Ученики приготовились его слушать. Он обзыл взглядом, вздохнул и сказал, «Лопаты в руки и вперед!» Вы знаете, и, наверное, у меня появилось тоже. Я понимала, что только действиями я смогу чего-то добиться в жизни. Сейчас сравниваем тот период и нынешний день я понимаю, насколько проще сейчас, наверное, работать. Почему? Кто-то говорит, очень тяжело, потому что все в рефлее. Я тоже тогда говорила, что все в рефлее. А кто-то говорит, у меня не тот возраст. Но вы знаете, сейчас есть интернет, и это такая возможность, которая дает себе дома работать и получать от этого неимоверное удовольствие. Тогда такой возможности не было. И мне первое, что нужно было сделать, на следующий день после приезда в город я вышла на первое свое анкетирование. Это было не первое анкетирование, потому что ровно год назад такое же анкетирование состоялось. И вы знаете, мое состояние после самого первого анкетирования было какое? Я пришла с незаполненными анкетами, потому что мне это было на тот момент не надо. здесь мне это стало нужно. И поэтому я начала это делать. Я преодолевала себя, мне было тяжело, несмотря на жару, несмотря на холод. Я выходила на улицу, я работала на промостойке, мой был первый славянский базар, который мы отработали на промостойке. Вместо половины дня я работала целый день, только лишь для того, чтобы у меня были новые регистрации. и я должна была добиться успеха, потому что у меня было стояло четко впереди цель. Я должна стать директором компании Reflame. Почему? Потому что пути назад нет. Хотя пути назад всегда есть. И вы знаете, за лето я понимала, что я должна выйти на тот уровень захода, который мне даст возможность дальше жить. Потому что очень многие издали тот момент, когда 1 сентября я выйду снова на работу. Потому что у меня был путь к отступлению, мое место держали ровно до 1 сентября. Но вы знаете, когда 1 сентября мне звонили и говорили о том, что ну как вы, вы, наверное, переживаете о школе, это, наверное, было 1 сентября такое, что я не могла поверить в то, что я действительно об этом не переживала. Потому что, как у любого учителя, 1 сентября всегда сфотируется с чем? Это обычно школьные линейки, это обычно те праздники для родителей и для детей, но не для тебя. Как у администратора у тебя вообще 1 сентября не было праздника, но у меня 1 сентября, у Марины день рождения, и мне всегда хотелось, ну, даже дома сделать этот праздник, и я всегда уезжала в Витебск, только лишь для того, уже поздно вечером, чтобы рано утром вернуться на работу. За всю свою жизнь я не один раз 1 сентября не завела детей в школу. Когда они были маленькие, они учились в другой школе, и их в школу водила бабушка, но не мама. Поэтому могу не позже Я не знаю, что-то в школу. Я не знаю, чтобы рано в школу. И я не знаю, что-то Поэтому с этого момента все 1 сентября, начиная с детского сада, каждый год 1 сентября, это у нас праздник, и каждый год вместе с внуком я обязательно иду в школу. Или это был детский сад, или теперь уже это началась школа. Поэтому вот это вот все, оно дает возможность почувствовать вот эту вот свободу, свободу того, что ты можешь что-то менять в жизни. И когда у тебя спрашивают, жалеешь ли ты о школе, нет. Ни одного дня после того, когда я бросила работу, я ни одного дня не пожалела о том, что сделала. Почему? Потому что действительно очень сильно меняется жизнь, действительно очень сильно меняется отношение к жизни, очень сильно меняешься ты сам, меняешься внутренне, меняешься внешне. И поэтому здесь началась очень упорная работа. Работаю на протяжении полугода, и в январе уже я открыла звание директора. Ровно полгода мне понадобилось для того, чтобы открыть это звание. Понятно, что закрывали, потому что начинался кризис в стране. Было все. Были трудности, были невзгоды. Очень много появилось бизнес-партнеров, которые на сегодняшний день, которых так и нет. Кто-то ушел, кто-то сдался, кто-то не сдался, продолжает работать и сейчас. Но очень многие люди, люди вообще боятся, очень сильно боятся трудностей. И действительно, наградой за все это было уникальное мероприятие. Это банкет директоров. Вы знаете, закрывать звание директор всегда нужно к какому-то событию. Главным событием у нас является банкет директоров. Квалификация заканчивается обычно в шестом каталоге. Я закрыла звание директора в восьмом каталоге. Ровно год меня поздравляли с этим званием. И на свой первый банкет я попала только через год. Извините. Ровно через год. Вы знаете, ощущения, передать их нельзя. Их нужно почувствовать. Когда ты стоишь на сцене в толпе, а я не голословна, действительно в толпе людей. Это только третья часть тех людей, которые стояли на сцене, потому что их было 4 или 5 заходов. Каждая область шла отдельно, потому что столько директоров поздравлялось на банкете. Вы знаете, вот эти вот ощущения, они очень эмоциональны. Тебе хочется сделать еще больше. Тебе хочется в тот момент, тебе не просто хочется работать, а хочется добиться еще больших результатов. И действительно, это был первый мой банкет. Очень приятный. Но самое приятное, это еще и поздравления внизу. Когда все спонсоры тебя поздравляют, за тебя радуются, все тосты в твою честь, это действительно того стоит. Конечно, ну самое, наверное, огромной радостью было то, что с тобой рядом стоит твой ребенок. Почему? Потому что я понимаю, что ей очень хотелось, чтобы моя жизнь изменилась. Ей очень хотелось, чтобы я стала успешной именно в этом бизнесе. Потому что, да, в образовании я была успешна. Но сравнить образование и компанию Реклэйм, это невозможно, потому что это все разное. И то признание, и та уверенность, которая появляется у тебя, это все другое. Но с этого момента действительно, ты, во-первых, это премия в тысячу долларов. Как приятно держать в руках деньги. Как приятно, когда ты понимаешь, что ты их можешь потратить. Наверное, самое приятное, это самостоятельно заработанные деньги. Ты делаешь то, что ты любишь. Жить достойно, при этом осознавая, что всего лишь всего этого ты добился сам. Знаете, наверное, очень приятно. И первую свою премию я потратила на путешествие. У меня есть мечта. Мечта очень большая, конечно. Я очень хочу путешествовать. Причем не просто путешествовать, а путешествовать очень много. И первую свою премию я потратила на отдых с ребенком. Мы уехали с внуком, ему было всего лишь 4 года. Мы с ним уехали на 14 дней на море. Но даже не то, что мы уехали на море. Было важно то, что мы могли тратить свои деньги, заработанные деньги. Мы могли тратить столько, сколько мы хотели. Мы покупали все, что мы хотели. Мы в этот момент не только от самой поездки, от того, что он не слышал слова «нет». То есть ему можно было все. Не нужно было экономить. А это, наверное, очень-очень много стоит. Это постоянные поездки в Европу. Вы знаете, сейчас ему 9 лет. Но на сегодняшний день он уже побывал в 6 странах. А я свои 50 в 8 странах. Ну, я не говорю то, что было в Советском Союзе, когда еще был Советский Союз. Но уже сейчас вот именно благодаря компании «Арифлейм». Я понимаю, что на работе я бы, в школе я бы этого не сделала. Почему не сделала? Да, может быть, я бы собрала деньги и поехала когда-нибудь один раз в Турцию. Может быть, это все было. Но для того, чтобы поехать, нужно было целый год отхватывать деньги, а потом все лето жить без денег. Поэтому это вот очень тяжело. И действительно, это шикарные, уникальные поездки. Это поездки в Европу. Это Швеция. Это Дания. Это Германия. Но, наверное, самой выдающейся, самой запоминающей поездкой – это была наша поездка в Игилосу. Это центр, где разрабатывается продукция серии «Велнос». Это встреча со Сигом Стэном. Это беседа. Это незабываемый день, который мы провели там. Это действительно того стоит. Но, вы знаете, бизнес в компании «Арифлейм» – он не всегда гладкий. Не все бывает всегда гладко. Знаете, когда получаешь много денег, хочется их потратить, ну и немножко начинаешь. Где-то там не доработал, где-то там не доработал. И в результате бывают падения, бывают кризисы у людей, тоже кризисы у них нет. Бывает нет денег. Я закрывала, когда звание директора, вообще в стране курс доллара вырос, в компании «Арифлейм» курс доллара вырос. Курс компании вырос в два раза. То есть, бывает всякое. Бывает всё. Бывают взлёты, бывают падения. Но самое важное, наверное, это то, что если ты упал, это ещё не значит, что ты проиграл. Ты просто присел, чтобы дальше идти по ступенькам к успеху. Действительно присел, присел перед большим прыжком. Прыжком именно к успеху. И мне очень нравится вот эта лестница. Почему она мне не нравится? Потому что здесь очень чётко говорится и правильно. Все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растём ввысь. И очень вскоре появился новый результат. Работа. Много работы. Я не говорю, что работать не надо. Работать надо везде. Работа привела к новому успеху, к новому результату. И у меня в команде появился мой первый директор. Это Оксана Жирнова. Конечно, когда мы открывали звание директора, это было чувство гордости, чувство радости, чувство сопереживания. Вы знаете, в компании никогда бизнес не делается в одиночку. Это не бизнес-одиночек. Это бизнес команды. И когда ты помогаешь своим партнёрам выйти на тот уровень дохода, которому... Они могут уже... Которые они могут получить... Тебя действительно гордость за это. Оксана – молодая мама, которой нужно было просто выходить из декретного отпуска. И вот в концу декретного отпуска она открывает звание директора. Это её поздравления на банкете директоров. Вы знаете, это следующий банкет. Это не второй банкет, до этого ещё были банкеты директоров. Но это тот банкет, который запомнился, наверное, больше. Почему больше? Потому что ощущения совершенно другие. Там была гордость за то, что ты это сделал. Ты сумел, ты смог. А здесь гордость за то, что ты смог помочь человеку изменить свою жизнь. Вы посмотрите на её лицо, на её счастье. Вот эти вот светящиеся глаза. Действительно, это так. А потому что на сегодняшний день она тоже сотрудничает только с компанией «Арифлейм». И это даёт ей действительно определённый доход. Но, наверное, самое важное – это ощущение команды. Когда ты сидишь именно своей командой, вместе с любимыми спонсорами, проводишь этот уникальный вечер, радуешься именно успеху других. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь на вашей работе кто-нибудь радуется за ваш успех? Никогда. Потому что ваш успех, он никому не нужен. Потому что ваш успех может сделать что? Ваш успех может привести к чему? А к тому, что вы встанете начальником. А здесь всё по-другому. Именно вашим успехом не только гордятся ваши спонсоры, но они прекрасно понимают, что вы сможете этот успех повторить и точно так же будете растить своих директоров. Что ещё очень важно, наверное, в компании, что я узнала, это то, что это возможность дарить подарки. Вы знаете, мы всегда обычно дарим подарки какие? Те, которые нужны. Или те подарки, которые мы можем подарить, но не те подарки, которые хочется подарить. И вот это вот ощущение, которое появилось в компании, когда ты можешь подарить своим близким то, что ты хочешь. Не то, что ты можешь, а то, что ты хочешь. То, что ты можешь провести с ними выходные, что ты можешь провести с ними какие-то праздники. И вы знаете, ну, наверное, это мы берём со своего спонсора, шестоящего Еленой Денисом. Но когда ты, вот я уже два года не отмечаю день рождения никогда дома. Я его отмечаю где-то. И у меня сейчас есть очень большая мечта отметить день рождения так, как я хочу. Ну, наверное, в следующем году она уже действительно сбудется, исполнится. В компании ты не можешь быть один, потому что тебя окружают люди. Ты работаешь с людьми. И это твоя команда, команда, с которой ты постоянно работаешь. Это те люди, которые окружают тебя везде. Они окружают тебя и на каком-то обучении. И это различные мероприятия, которые мы проводим и в офисе, и в команде. Это и отдых на базе отдыха, куда мы выезжали с семьями именно отдыхать, отмечали свой успех, когда победили в вызове года наша команда. Это и занятия в тренажерном зале, где тоже работает команда, где тоже это совместный отдых, это совместные занятия, это смех, это действительно поддержка друг друга. Это, конечно же, командно-директоровка наша гордость, потому что каждый человек в команде, в директорской команде, может дать возможность, может что-то посоветовать, может помочь, может поддержать себя в любую, именно в любую минуту. И наше последнее обучение, буквально вот неделю назад, мы приехали с Вильнюса, с саммита будущих президентов, где мы не только хорошо отдыхали, именно командой директоров, но плюс мы еще и работали, мы еще и учились у тех людей, которые действительно достигают очень больших результатов именно в бизнесе компании Арифлейн. На что, в основном, какие фокусы я использую вместе со своей командой, из команды наших высшестоящих спонсоров, мы используем именно в работе. Ну, во-первых, это фокус на Wellness Life Plus. Так как мы были в Вильнюсе, мы прекрасно понимаем необходимость употребления этой продукции. И на сегодняшний день это действительно та продукция, это высокобаловый продукт, который дает действительно большие баллы, дает возможность не только пользоваться этой продукцией самому, но еще и оздоровлять людей. То есть мы их приглашаем и на проект, у нас уже закончился проект «12 недель с новой себе», мы приглашаем на тестирование, ну и очень прекрасно предлагать людям наборы, они с удовольствием их покупают и пользуются этой продукцией. Второй фокус – это эксперт-сети. С новой серией Novage действительно эксперт-сети, они дают возможность женщине почувствовать себя королевой. Они дают возможность каждой женщине понять, что действительно ей это нужно и в данный момент необходимо. Но самое интересное то, что после Novage они плавненько переходятся на продукцию Wellness. Потому что Novage – это та серия, которая дает возможность стать красивой снаружи, а хочется-то и внутри. Поэтому действительно вот эти вот две серии, два фокуса, они как бы сочетаются. еще один фокус – это, конечно же, мы очень сильно сейчас работаем с ними с глубиной. Я уже говорила, потому что мы помогаем своим партнерам сейчас открывать онлайн-магазины. Почему? Потому что интернет-магазины. Почему? Потому что это действительно помощь. У нас никто не остается без помощи. Если человек готов в данный момент работать, то, конечно, ему в любой момент будет оказана помощь. Поэтому работаем, мы набираем команды, с которыми можно работать. Ну и последний, четвертый фокус – это, конечно, сейчас на сегодняшний день это онлайн-бизнес. Вы знаете, три месяца назад, когда у нас запускался в команде проект работы в интернете, мне было очень тяжело, потому что я не могла понять, для чего мне это нужно. Нужно ли мне это вообще. Я была не сторонник вообще работы в интернете. На сегодняшний день я понимаю, насколько это классно. И я вот вначале уже говорила, если бы тогда мне интернет, я бы, наверное, уже была не просто директором. Почему? Потому что это действительно, если человек хочет работать. Здесь главное – ежедневные действия. Каждый день одни и те же действия, и результат будет. Если результата нет сегодня, значит, или недостаточно действий, или он появится завтра. Если этот же результат повторяется, если появится через каталог, но он обязательно будет. Поэтому вот эти вот ежедневные действия, именно действия по приглашению, они приводят именно к большому, высокому результату. Ну и, конечно, главный фокус нашей команды – это золотая конференция. В следующем году компания отмечает этот юбилейный год компании, и компания будет отмечать свой юбилей на двух шикарных лайнерах. И у нас в команде есть цель поехать на эту конференцию всей командой. Да, все не могут поехать, это понятно, но те лидеры, уже действительно лидеры, те бизнес-партнеры, которые делают все для того, чтобы поехать, они действительно будут там. И мы надеемся, что мы на этом лайнере будем действительно всей нашей дружной командой, потому что ну, это будет классно. Это будет не просто классно, а действительно хорошо. И вы знаете, сейчас я хочу рассказать о чем. Смотрите, пять уроков успеха. Можно поучиться у всех, но мне очень понравились эти уроки, почему? Потому что они дают возможность и уже на каких-то даже не задумываясь о том, что я буду сейчас говорить, уже даже я их затрагивала. Смотрите, можно поучиться у животных. Первый урок реалистичной фокусировки. Первому уроку можно научиться у дятла. Я уже говорила, долбиться головой о дерево, но делает он это очень успешно. Он не пытается разбить дерево пополам одним ударом, как это хотят сделать многие из нас, а он сфокусирован. Он не стучит в дерево со всех сторон, он сфокусированно бьется в одну и ту же точку, медленно продвигаясь к своему червячку. Точно так и мы. Если мы каждый день будем делать одни и те же действия пользоваться, приглашать, обучаться, то мы тоже добьемся именно результата. Второму уроку успеха можно научиться у рыб. Он называется урок потока. Рыба всегда плавает против течения. Вопреки общему мнению, действительно правильно. Она это делает не для того, чтобы усложнить себе жизнь, а для того, чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке воды проплывают больше еды и кислорода. Ее жизнь становится намного богаче. Мы в отличие от рыбы всегда стараемся плыть по течению. Мы не хотим выходить из комфортной зоны и потом удивляемся, почему в жизни было так мало возможностей. Мы хотим выиграть лотерею жизни, даже не купив лотерейного билета. Мы хотим стать директором, но для этого ничего не делаем. Мы хотим стать богатыми, но для этого тоже ничего не делаем. Лежа на диване деньги не придут. третьим уроком мы можем поучиться у львят, причем у маленьких львят. Этот урок называется запачкай морду кровью. Они умеют учиться, они учатся у старших, более опытных львов. И учатся они не по учебникам и разговорам, а на деле. Они точно знают, чтобы научиться охотиться, нужно запачкать морду кровью. Только практический опыт, именно практика даст результат. Если сидеть просто и говорить ой, я на росьбе расцелаю, у меня ничего не получается, все зависит от количества действий. От того делаете вы или не делаете. Если делаете, результат будет. Четвертому уроку можно поучиться у собаки. В 21 веке уже не важно, что делаешь ты, а важно то, на что ты мотивируешь других людей. И прекрасный пример здесь действительно собака. Собака не думает, сначала ты меня домой приведи, накорми, помой, а потом я тебе повеляю хвостом. Собака первая отдает свои чувства и лишь потом получает взамен то, что ей нужно. При этом она не оставляет вас ничего ей отдавать. она делает так, чтобы вы сами хотели это сделать. Вот этому действительно нужно учиться у этого животного. И пятый урок. Пятый урок нам может преподать змеям. Урок называется «Не надо ныть». Змея не думает. У меня нет ни рук, ни ног, у меня плохое зрение, я родилась в не в той стране, меня никто не любит, мои родители обо мне не заботились с момента, рождения, как я выводила, змея обходится тем, что у нее есть. И даже более того, даже мы боимся змею обычно, женщина. Ну, в принципе, ее можно назвать животным инвалидом. Но, если ей что-то не нравится, она не просто меняет шкуру, а ползает, ползет дальше без сожалений. То есть, не получилось сегодня, значит, вставай, иди, делай, получится завтра. Нет сегодня ответов на рассылки, значит, завтра нужно сделать их в два раза больше. Не посмотрел сегодня обучение, значит, обязательно нужно его посмотреть завтра. Именно это дает возможность, вот здесь действительно это уроки, которые можно переложить на себя, и действительно, следуя им, можно добиваться успеха. Идеальное время никогда не наступит. Если вы всегда либо слишком молоды, либо слишком стары, вы всегда слишком заняты, либо слишком устали, либо еще что-нибудь, если вы постоянно беспокоитесь о выборе идеального момента, он никогда не наступит. Нужно действовать прямо здесь и сейчас, не откладывая на завтра. Решение только за вами. Будут действия, будет результат. Поэтому спасибо за внимание. Я надеюсь, что я была вам полезна. До встречи субботом субботом